Вот такая сказка. Сказка помощницы. А помогает чему? Восстановлению просто полноправного здоровья. А в чём же суть полноправного здоровья? А суть в том, чтобы ходить хорошо, дышать хорошо, знать, что здоров. Так, конечно. Как-то у одного зайца, ну, все знают таких зайцев-русаков, они долгожители, крепкие, могучие, ловко скачут, полны сил жизни, жизнедеятельности, здоровья, настроения. У них спросили, а в чём суть здоровья? Они говорят, о, это чтобы хорошо слышать, это чтобы зорко видеть, это чтобы иметь силу в ногах, это чтобы сердце было здоровым, это чтобы дыхание было здоровым, вся дыхательная система была здоровой, чтобы полной грудью воздух брать и выдыхать. И так, как в лесу, просторно, так в моей дыхательной системе всё чисто, просторно, для того, чтобы дышалось хорошо, просторно, как искакалось мне, моими крепкими, могучими ногами, ловко, хорошо. А ещё, а ещё здоровье – это спокойная нервная система, спокойная, потому что, когда я спокоен, то тогда и мои уши хорошо слышат, тогда мои глаза хорошо видят, ясно видят, тогда у меня голос хороший, тогда у меня ноги крепкие, и тогда у меня морковка и капуста собираются хорошо. А морковка и капуста для чего мне нужны? Для пополнения здоровья, а значит, долголетия в здоровье, в тонусе, в жизнеспособности, в двигательной активности. Всё во мне здоровое. «А пользуетесь ли вы таблетками?» – спросили у зайца. А зайца говорит, а разве вы не знаете о том, что если вы сами себе придумали, что вам помогает, как мне, морковка и капуста для здоровья, а вам помогает, например, кофе с молоком и сыр с батоном, с маслом для здоровья, то значит, как и мне морковка с капустой пополняют здоровье, так и вам то, что вы придумали, пополняют здоровье. И тогда зачем вам таблетки? А разве вы не знаете о том, что выздоравливают от таблеток те, кто верит в то, что таблетки помогают? А не проще ли придумать, что я верю в то, что мне помогает для моего пополнения здоровья, восстановления здоровья, улучшения здоровья, ещё больших сил, ещё большей способности, хорошо себя чувствовать, замечательно, вот так как я – заяц-долгожитель, рысак, могучий, сильный, здоровый, всё мне послушно, мышцы послушные, ноги послушные, руки послушные, нервная система моя спокойная, а когда надо лечь спать, ложусь, засыпаю сразу и сплю хорошо всё время, а когда надо быть бодрым, я бодр, я жизнерадостен. И мы, зайцы, умеем хорошо общаться между собой, нам здорово, здорово и радостно жить, просто жить, радоваться жизни. Так вот, мы, зайцы, вот о чём придумали и говорим. Вместо таблетки может быть не только морковка с капустой и то, что вы себе придумали, кофе с молоком и бутерброд с сыром и с маслом. Не только это, а, кстати, это помогает, и очень здорово, даже мы зайцы знаем, потому что в масле есть витамин А, а витамин А, он для омоложения. Это для того, чтобы всё, что вы в пищу употребили, чтобы оно всё хорошо усваивалось, а значит, на то, на пополнение органов организма, клеток организма, мышц организма. Для пополнения всем тем полезным, что в пище содержится, вот что для чего витамин А. А витамин С, а калий, который в сыре, он же помогает укреплению сердечной системы, чтобы сердце было здоровым, хорошо работало, как и положено у долгожителей, у нас, у зайцев. А ещё и не только у нас, у зайцев, но и у всех, кто хочет быть здоровым, кто долгожителей хочет долго жить здоровым. И ещё. Мы, например, зайцы очень любим всё время. Всё полезное, всё вкусное, но мы знаем, как ещё полезна и активность. А мы потому и активны, что здоровы. Так всё взаимосвязано, но мы знаем, что таблеткой может быть ещё и само слово. Да вы поверьте в слово. Как мы, зайцы, поверили в то, что капуста с морковкой дают нам здоровье и долгожительство. Так и вы себе в слово своё поверьте, только придумайте, вы же способны. Слушали зайчика листочки, листочки, которые плавали в чае, мятные листочки. Они расправились и чувствовали себя замечательно, хорошо, расслабленно и весело. И они стали беседовать. Беседовать с зайцами. И говорят, ой, зайц, ты знаешь, мы тоже так и любим своё здоровье. Как хорошо нам вообще. Мы знаем, какие мы полезные. Ну и нам просто… Да, мы полезные. Мы, например, чаю даём. Такие полезные вещества, которые, если, например, вы, зайца, выпьете или человек выпьет, то у него и нервная система становится более крепкой, значит, более спокойной. А если нервная система спокойная, если она крепкая, то тогда организму так комфортно, что он начинает сам восполнять или пополнять, улучшать своё здоровье. Все знают об этом. Тут ещё в разговор захотел принять участие в разговоре мёд. И лимон тоже захотел принять участие. Говорят, ой, а вы знаете, что вот чай, например, если он с мятой, если он с лимоном или он ещё и с ложечкой мёда, какой он целебный и полезный. Ой, лучше всех таблеток он оздоравливает, оздоравливает всё тело, весь организм. Он самоочищает, самоочищает просто, выводит он из клеток всё, всё то, что нехорошее. А значит, восполняется здоровье. Всё просто самое такое полноценно здоровое. Начинает быть активным. Начинает помогать. Помогать энергии, помогать жизнерадостности, телу. Силами наполняет. Энергией начинается, как у зайцев, и слух быть хорошим, и зрение быть отменным, и голос бодрым и звонким, и ноги ловкие, сильные, чувствующие силы, энергию, подвижность, как у зайцев-долгожителей, у рысаков. Вот это мы знаем о себе, и мы так рады, что мы помогаем здоровью. И тут ёжик пришёл, а ёжик и говорит, «О, а вы знаете о том, что я необыкновенный ёжик?» «А какой, как это, необыкновенный ёжик?» «А я ёжик, который умеет превращаться в орла. И тогда я мощно расправляю свои крылья, и высоко могу поднять свои крылья. И я парю, мне хорошо дышать, я зорко вижу, я очень чётко, хорошо всё слышу и чувствую, и я чувствую силу. И в своих крыльях, могучих, высоко легко поднимающихся крыльях, и в своих ногах. Но я могу превращаться и просто в ёжика. И тогда у меня хорошее настроение. Я слушаю иногда песни, иногда пою. Очень хороший нюх я умею на всё целительное и полезное. На ягодки, на целебные, на очень хорошие грибочки, боровики, крепкие, здоровые, могучие, красноголовики, подосиновики. Ещё я умею иногда принять участие в компании. И тогда, например, шашлыки, и тогда... А шашлыки мы очень хорошие делаем. Иногда я могу превращаться в лисичку. А лисички, вы знаете, какие они хитрые, они ловкие, у них хороший нюх, они очень умные, смышлёные. А иногда могу превратиться и в такого здоровяка, быка. О, как каждая мышца моя чувствует силу. И каждая мышца на своём месте. Никаких грыж у меня нет. Если есть, то всё уходит. Своё место становится просто мышцей становится. У меня сила, у меня здоровье, у меня тоже очень хорошее зрение, у меня слух хороший, у меня энергия в моём теле. Вот так поговорили о здоровье. И люди, которые слышали этот разговор, вдруг начали думать. На самом деле, наверное, выздоравливают все и становятся здоровыми. Кто верит в пользу чего-то для здоровья? Хм, так надо просто поверить или придумать себе «мне помогает вот это». Но как умно поступают все, кто, например, витаминки С ест? Ведь всем же известно, что витамин С – это витамин энергии и здоровья. Потому что когда тело имеет энергию, это и значит, что оно способно быть здоровым. А здоровые люди, они ложатся спать и засыпают сразу, и хорошо. И ничего их ночью не беспокоит, они просто спят и отдыхают. Просыпаются тогда, когда им захочется. Иногда уже и солнце встало часов в девять полдесятого, проснулись хорошо выспавшись и сразу же взбодрились, почувствовали силу, вспомнили зайцев-рысаков или этого быка-здоровика. Но некоторые вспоминают грибы-боровики, тоже наполненные силой, крепостью и здоровьем. Некоторые орла могучего вспоминают, у которого крылья хорошо поднимаются. Некоторые вспоминают лисичку, у которой, ах, как ловки ее лапки, все они могут цепко хорошо держать, какой смышленый и толковый у нее ум, какие зоркие глаза, вспоминают. И восстанавливается их здоровье, этих людей. Молодцы люди! Некоторые слушают хорошую музыку, потому что всем известно, как хорошая музыка, особенно та, под которой аж хочется затанцевать или спеть, как она дает силы, дает здоровье, гармонизирует не только нервную систему, но и здоровье, значит, состояние работы и всех органов организма. А как же организм сам любит быть здоровым? Вот такие вам рассказы на здоровье. Отличное самочувствие, как у зайцев, как у боровиков, грибов, как у бычка. Отличное самочувствие, крепкое. А знаете, что еще, кстати, к омоложению? А вот как раз витамин А, он для омоложения. А омоложение это и есть, когда организм, в каком бы возрасте он ни был, вспоминает, как это быть моложе, как функционировать органом организма моложе, а значит, здоровее, значит, лучше, значит, гармоничнее, значит, замечательнее, значит, в энергии здоровья и просто в энергии жить, быть жизнерадостным, подвижным, иметь хороший голос, звонкий, хорошую дыхательную систему, здоровую, сердце здоровое, ноги здоровые, руки здоровые. Глаза и уши – здоровье. Замечательное настроение радоваться жизни и своему здоровью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова